Всем привет! Продолжим разговор о нашей любимой радиостанции Boafeng UV5R. Сегодня мы выясним, почему на сегодняшний день не существует альтернативы этому чуду китайской инженерной мысли. Я попробую пройтись по основным ее преимуществам. Итак, первый и самый значимый перевес, на мой взгляд, это цена. Даже не цена, а соотношение цена-качество. Стоит она чуть более 20 долларов. В наши времена, когда даже маленький телефон, стоит как подержанный гольф. Покупка данного девайса должна ассоциироваться с походом или с поездкой в булочную на такси. Дешевле, по-моему, уже некуда. Второй плюс, это проверенная временем конструкция. Китайцы за более чем 7 лет довели ее до ума в плане прошивки. Штампуют ее чуть ли не железнодорожными составами и, похоже, останавливаться совершенно не собираются. Третий плюс, это качество связи. Для охотников, рыбаков, лыжников, велосипедистов или, скажем так, операторов башенного крана, просто путешественников, туристов, тяжело предложить что-то адекватно работающее и выполняющее возложенные функции. Тут все четко, приятная, достаточно качественная модуляция. Четвертое преимущество, это дальность связи. С этой радиостанцией можете рассчитывать на довольно-таки нормальные дистанции. В этой рации целых 5 ватт выходной мощности, а это в 10 раз больше, чем разрешено в диапазоне PMR, и в целых 500 раз больше, чем в диапазоне LPD. Если вдруг вы с друзьями большой компании пойдете гулять и разбедетесь по полям, лугам, куда в глазах глядят, да так, что пропадете друг друга из вида, то вы сможете с ними связаться на расстоянии 3, 10, а может даже и более 30 километров. Пятый плюс, это аккумулятор. Китайцы еще давным-давно впихнули сюда литий-ион, а это значит, что его можно подзаряжать в любой момент, не дожидаясь полного разряда. Данная батарея без эффекта памяти, она обеспечит вам около 24 часов работы в режиме ожидания, до Nokia 3310 с многодневным запасом энергии этой рации, конечно, далеко, но в мире радиостанций это очень хороший результат. Следующее преимущество – это функционал. Для того же охотника, рыбака, туриста, путешественника будет полезным наличие FM-радио и фонарика. Денег отдельно за это не берут, ясу, кену, да и комы, за такие мелочи обобрали бы вас по-любому. Седьмой плюс, но он как бы выплывает из предыдущего, это все тот же функционал. Масса регулировок, в такой дешевый аппарат запихнули поддержку всевозможных цифровых и аналоговых субтонов, огромное количество банков памяти для сохранения частот и настроек, три цвета подсветки, внимание, двухстрочного дисплея, одновременный прием двух каналов, также есть возможность управления с помощью ДТМФ сигналов и настроек репитерных сдвигов. По поводу каких-либо приблуд для этой радиостанции, так это вообще тема для отдельного разговора. Тут вам и всевозможные антенны, кабеля для прошивок, силиконовые кожаные чехлы, усиленные аккумуляторы, отсеки питания под разного рода батарейки, гарнитуры, ларингофоны и так далее. Ну что же, на мой взгляд, вы вряд ли на сегодня сможете предложить какой-то более стоящий вариант для замены старой доброй UV5R. Я, конечно, не думаю, что данное видео принесет вам какое-либо просвещение. И оно в первую очередь адресовано тем мудакам, наставившим дизлайков, которые не то, что не считают нужным досматривать видео до конца, а даже не могут заставить себя прочитать до конца название ролика. Наверное, мои внимательные подписчики, зрители поняли уже, что речь идет о прошлом видео, снятом в слегка ироничном виде, где я преимущество аппарата в негативном ключе выдавал за недостатки. Хотя я уверен, что те же мудаки не досмотрели и до этого момента, и они так и ничего и не поймут. От всех остальных нетоксичных людей жду лайков и подписок на канал. На этом всем пока, до новых встреч!